Всем привет! Приветствую вас на своем YouTube-канале. Чего-то не хватает. Хо-хо-хо! В данном видео хотел немного поговорить о рабочем месте, но в преддверии праздников и наличии сегодняшнего отличного настроения, пользуясь случаем, хочу вам пожелать в новом году исполнения и реализации всего вами задуманного. Но самое главное, к чему благоволит обстановка, снимаю видео на своем непосредственно рабочем пространстве, хочу вам всем пожелать обзавестись тем делом, которое бы мотивировало вас на подъем, на ранний подъем с кровати. У меня в работе сейчас комплект грузовых форсунок, который разобран, подготовлен к мойке, что сейчас и происходит, моются инжекторы, на заднем фоне слышен звук ультразвуковой ванны, и как видно из видео, это наглядный пример того самого любимого выражения мастеров, своевременно меняете топливные фильтры, усмотренные заводом-изготовителем, и заправляетесь на заправочных станках, что подразумевает под собой заправку посредством пистолета, опускаемого в топливозаливную горловину в бар, а не через канифер. Что касаемо самого рабочего места, самого рабочего пространства, которому я хотел посвятить данное видео, так это есть несколько главных критериев. Первое. Рабочее пространство, рабочее место должно быть хорошо освещено, хорошо вентилируемо, и на нем должно быть приятно работать. Ну а если серьезно, вот мы лежат тут в этой шапке, хорошее освещение, вентиляция, отопление, воздух, поверенный инструмент, наличие соответствующего оборудования, существующим технологиям ремонта, все это само собой разумеющиеся вещи, на перечисление которых может идти целая неделя. Акцентировать в данном видео на этом внимании я не буду, а хотел бы поговорить о разделении самого рабочего пространства на две зоны, будь то ремонт инжекторов, подлинных насосов высокого давления, либо насос в поршунок, на две зоны, я бы назвал их грязная и чистая зона. В грязной зоне мы можем позволить себе применение какого-то грубого инструмента, где будут разбираться топливные элементы для последующей мойки, либо дефектовки. А вот в чистой зоне уже собираются помутые топливные элементы для последующего ремонта, регулировки с применением специально для этого предусмотренного инструмента и оборудования. Именно на этом, как мне кажется, нужно акцентировать внимание на разделение рабочего пространства на эти две зоны. Желаю всем хорошего настроения, ставьте лайки, подписывайтесь.